Приветствую вас! Вы знаете, я бы охарактеризовал данного человека как, в первую очередь, человека орального типа, то есть с потребностью в любви. Во вторую очередь, я бы охарактеризовал этого человека как эмоционального, достаточно серьезного эмоционального, я бы даже сказал, может быть вспыльчивого, вот. Я бы охарактеризовал этого человека как ориентирующегося в общем и целом на социум, на социальные какие-то аспекты, да, то есть не во всём, но вот именно в чем-то общем, вот. И я бы сказал, что этот человек, для этого человека ценно мнение людей, и зачастую мнение людей больше, чем своё. Я бы сказал, что этот человек, он склонен к удовольствию, к слощению, то есть он любит удовольствие, для него удовольствие играет очень важную роль в его жизни, вот. Мне кажется, что этот человек не чужд эгоистичности, то есть он эгоистичен, но, к сожалению, вот, не могу сказать, насколько он эгоистичен, да. Вот, ну, потому что именно степень эгоистичности определить достаточно нелегко, но я думаю, что она ощутима. Вот, то есть этот человек, он, с одной стороны, может эээ, хотеть, ээ, быть для людей эээ, хорошим, привлекательным, эээ, интересным и так далее. но вот помимо, помимо того, по мере, точнее, не помимо, а по мере того, как он приобретает уважение этих людей, по мере того, как эти люди начинают ему доверять, да, вот, он всё больше и больше возможностей начинает думать о себе, вот. И, соответственно, со временем это может вылиться в довольно неприятную историю. А любит ли этот человек? Да, любит он, безусловно, умеет любить, безусловно, он способен любить, но эта любовь, она такая же, как и сам человек, да, просто это... Любовь всегда завязана на потребностях какой-то своей собственной. Вот, я бы не сказал, что этот человек надёжный, надёжный он только когда хочет, только когда ему это выгодно, он надёжный. Вот, я бы сказал, что этот человек склонен обмануть, я бы сказал, что этот человек перекладывает ответственность на других, кто и стремится делать, эээ, ну, всех виноватыми в, эээ, допустим, ну, своих, например, проблемах. Ну, вот. Есть такая игра, эээ, психологическая, называется, перебрасывание, перебрасывание горячей картофелиной. Вот, мне кажется, что ваш, эээ, мужчина, ну, я не знаю, кто он вам, ну, буду называть его просто вашим мужчиной, да, вот. Ваш мужчина, он склонен такими вещами заниматься, ну, то есть, может и скандалить, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Я бы сказал, что он в меру труслив. Вот, мне почему-то кажется, что у него довольно много страков, вот, он может, эээ, себя пугать, то есть, есть у него такая вот склонность, что он, эээ, значит, эээ, ну, тревозится, пугается, боится чего-то, вот. Хотя и не, не признает этого никогда, да, не признает того, что он, там, чего-то испугался, там, и так далее. Вот, эээ, значит, эээ, я думаю, что он, эээ, больше относится к, знаете, с таким, ээээ, саргвиникам, ээ, больше по типу, да, вот. Эээ, то есть он не похож на холерика, он не похож на ээээ, с, флегматика, эээ, он больше похож именно на саргвиника. Может быть, это человек, который эээ, загорается и быстро эээээээ, перегарает. Может быть, может быть. Здесь я не уверен. Вот. Но однозначно могу сказать, что его эмоциональность, она не может не влиять на то, что он делает. Если человек эмоциональный, то это влияет на то, что он делает. Вот. А, соответственно, потребности в любви, которая у него есть, и которую этот человек пытается удовлетворить, она, естественно, тоже стимулирует в нем поведение, ориентированное на получение внимания к себе, на получение значимости по отношению к себе, на получение какого-то одобрения, признания. Вот это все, я думаю, для этого человека очень важно. Вот. Конечно, непонятно, не совсем лично для меня, а понятно, почему вы обращаетесь исключительно только к физиогномике в данном случае, да? То есть, ну, по какой причине вы это делаете? То есть, зачем вам физиогномика человека? Вот. Для чего вам нужна физиогномика? Почему бы просто не рассказать о том, что вас конкретно волнует, в отношениях, допустим, с ним? Вот. Почему бы просто не рассказать о том, что вас беспокоит в отношениях с ним? Вот. То есть, здесь, конечно, непонятно. То есть, такое впечатление, да? Что вам лень писать, или вы не хотите писать, или вы не верите в то-то, что-то, да? Вот. Либо вы находитесь в очень растрёпанных чувствах сейчас, и не готовы что-то писать. Но, в данном случае, я бы сказал, что информация, её, точнее, вот, достоверность, она, ну, мне кажется, очень разница, да? Потому что, вы посмотрите на фотографии, да, два разных человека, по сути. Человек один, вот, но он на два разных. Вот. Я думаю, кстати, что мужчина может, в принципе, вполне прибегать к угрозам, вот, к какому-то шантажу, может даже прибегнуть, вот, если ему нужно и так далее. Но до реального какого-то действия статус, скорее всего, не дойдёт. Вот. А если дойдёт, то потом он будет себя винить, что будет проявляться в его попытках услужить вам. Вот. Вот, в принципе, такой человек. Получается, вот, понятно, что больше негатива, чем позитива. Вот. Вот. Но мне кажется, мне кажется, мне кажется, что позитивные моменты вы знаете его и так. То есть, кем бы вы не были для него, да, позитивные моменты, вы знаете для него и так. его позитивные моменты, вы знаете, если у кого-то негативные моменты, возможно, нет. Так или иначе, ориентироваться вам лучше всего на себя в этой ситуации, а не на него. Вот, и если вам с ним хорошо, то принимайте его таким, какой он есть, и он вам за это будет благодарен. То есть, в принципе, я думаю, что человек умеет быть благодарным, вот. Так что, принимайте его таким, какой он есть, он будет благодарным. Если вам с ним всё же не комфортно по какой-либо причине, да, то лучше здесь, конечно, в таком случае разойтись. Разойтись и не мучить друг друга. Вот, если вы пара с ним. Вот, если вы не пара, то здесь сразу появляются вопросы, кто тогда, что хотите, для чего этот вопрос и так далее. Вот, ну это такие, знаете, в данном случае классические вопросы. Вот. То есть классические и в общем и целом, ну в общем и целом нормальные вопросы. То есть вопросы, которые, ну, вполне обусловлены тем, что происходит, тем, что есть, вполне обусловлены эти вопросы. Вот. Так что, я думаю, так вот, вам можно ответить на то, что вы написали. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад смочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Реклама Реклама Ищи миру Реклама